Яблочко катится, песенка поется, косонько плетется. Чем длиннее у девушки была коса, тем она считалась красивее. Верили, что волосы обладают магической силой. Каждый волосок принимал информацию из разных миров, и чем больше было волос, тем сильнее была связь с космосом. Густые блестящие волосы символизируют здоровье. Поэтому с самого раннего детства мать, причёсывая свою дочку, приговаривала «Расти коса до пояса, не выпади ни волоса, расти коса, не путайся, дочурка, маму слушайся». Такой заговор читался мамой на растущую луну. Для ухода за волосами наши бабки и праматери брали самые разные травы и снадобья. Некоторые древние секреты до сих пор с успехом применяют современные красавицы. Наши предки предупреждают, за каждый волосок на том свете придётся отчёт давать. Поэтому волос своих никогда и никому не давай, даже на память не посылай. Они могут попасть во всякие руки, в том числе и дурные. Если волосы оставлять на полу, выметать их и топтать, будет болеть голова, появится ревматизм и другие тяжёлые болезни. При крестинах волосы ребёнка выстригали, закатывали в воск и бросали в купель, гадая о судьбе новорождённого. Закружится комочек, то к счастью. По волосам определяли характер. У кого на голове жёсткие волосы, у того сердитый нрав. Рыжий да красный, человек опасный. Чёрный волос, звонкий голос. Если волосы ночью сбились в клок на голове, это считалось знаком любви домового. Но в этот день остерегайся, жена, не вступай в спор с мужем, а иначе побьёт. Растрёпанных женщин не жаловали, пугали, что если не приведут они свою голову в порядок, накажет их гром небесный. Но только в благовещении запрещалось притрагиваться к волосам. Птица гнезда не вьёт, девка косы не плетёт. Иначе в домашнем хозяйстве будет непорядок. Девушки ходили с непокрытой головой только до замужества. В день свадьбы невесте заплетали две косы и прятали волосы под платок. Некоторые головные уборы русских красавиц весили до 5 килограммов. Но во что не нарядишься ради красоты? До следующего путешествия!